Первый день Трайбл Феста начинается, вот уже наполнилась наша парковка. Смотрите, как здорово народ готовится к фесту. Трайбл Фест или умри? Ну или тресни? Итак, а теперь мы добираемся до комьюнити-центра, который вчера был практически пуст. И видим, что здесь уже накопилась целая очередь. Кстати, это моя машина, клевая. И в этой очереди очень много знакомых нам людей. Вот только что видела Тьярду. Верите, нет? Но это очередь за программками. Я попытаюсь раздобыть одну, и тогда сниму ее для вас. Начинается ярмарка прямо от входа и далее на площадку. Народ раскладывает свои вещи. Вот есть какие-то совершенно классные штуки за 10 долларов, а рядом за 5. Мне пока нравится цена, а что это за штуки, разберемся позже. На всякий случай снимаю для вас названия разных сайтов, потому что здесь очень много классных штук, которые наверняка будут доставлять в Россию для особо настойчивых. Здесь по традиции располагается мой любимый Трайбл Зук. Они совершенно потрясающие, у них столько удивительных вещей. Главное на ярмарке успеть первым. Вчера здесь была, как вы помните, зеленая лужайка. Теперь вместо лужайки настоящий остров сокровищ. Вы посмотрите, какие штуки. Самое важное, что надо знать на этом острове сокровищ. Здесь можно заплатить карточкой прямо посреди поля. Мы привыкли, что в российских магазинах не везде карточку берут, а здесь можно выбрать любой товар и заплатить за него при помощи кредитки через постмашину. Однако, надо помнить, что если вы платите наличными, то вы платите немножко меньше, потому что с наличных не берется налог. Какая-то ваша любимая часть здесь сегодня? О, я люблю туркманские. О, туркманские. О, не так красиво. Это есть голодный ой-ваш и... О, не так красиво, это просто потрясающе, потрясающе. Продолжим нашу экскурсию. Сейчас в большом холле, в которой стояла очередь, начинается мастер-класс по дракис на подушках. Мы пойдем посмотрим, кто у нас есть еще хороший. О, люди с барабаном, это всегда приятно. Hi! I'm doing a little piece for Russian tribal dancers who cannot make it to California. So I just wanted to say hi. Hello, I'm Jeremiah from Solis. I don't know if any of you have heard the music. There isn't anyone in Russia who has not danced to Solis. So we're very grateful for your music. Thank you so much. Of course. Well, thank you for stopping by and saying hello. And Russian dancers, I wish you were here. We miss you. We want you to come by. Come over. Come on. Tell that to the American embassy, please. Please. You have any problems with that? Well, the American embassy told some dancers that dancing, just listen to that, is not an appropriate occupation to visit the U.S. I think that's bullshit. We think so, too, and we do hope next time they have their brains back from the place where they left them. So what did you have to tell them to get in? I've been having American visits since 1994, renewed every year, so they don't have to ask questions. They just give me a new one and don't care. So this is your stuff. This is my stuff. What's the new one? This one. The anathema. Anathema, yeah. Anathema. Wow. That's a scary name. It is. It's kind of an intense name. But why do you call it this way? Um, I think it's for several reasons. It's just several reasons. Fat Chance Bellydance did a video to the song, and I wanted to kind of honor them in a way and do a whole record that was themed on anathema. So the songs kind of reflect the theme. Fabulous. Yeah. Fantastic. I'll be back for more. My shopping is only starting. Thank you for talking to me. You're welcome. Bye, Russia. See you. Здесь очень дружелюбные люди. Со всеми приятно поговорить. Здесь пока стоят еще голые манекены. Как вы видите, завтра они будут вполне себе одеты. Более того, они будут вполне себе одеты уже сегодня вечером. Начинают раскладываться волшебные штуки. В этом ларьке продаются сагаты. Я попытаюсь их тоже раздобыть. Надеюсь, что хоть какой-то запас хороших сарояновских или похожих на то сагатов здесь еще остался. Шик, блеск и красота. Ох, вот это вот настоящий хаткор. Смотрите, как здорово. Мне кажется, что все те люди, которые собираются здесь и которые здесь представляют свои товары, очень много работают. Потому что они приходятся до рано с утра и уходят далеко за полночь. И кроме того, чтобы просто посидеть и что-то продать, им приходится пообщаться с каждым, кто находится здесь. А когда вокруг тебя несколько сотен, может быть, даже тысяч человек, поверьте мне, пожалуйста, на слово пообщаться со всеми далеко не так просто. Плюс очень многие люди приехали из разных стран и говорят с такими дикими акцентами, что, мне кажется, даже сами себя не понимают. Ну, простите за резкость. Смотрите, какие обалденные штуки. Боже мой, такую юбку, мне кажется, можно и в офис носить, чтобы все в офисе просто умерли от зависти, да? Нет, вот такую юбку в офис я уже не решусь надеть. Обратите внимание, что все это происходит на обычной полянке, где, кроме всего прочего, растут розы. Это самые настоящие дикие розы. А если мы посмотрим немножечко дальше, вот там вдали, видим? Давай, фокусируйся, камера. Молодец. Там вдали виноградники, потому что мы находимся в долине Санома, которая известна своими калифорнийскими винами. Ну, в общем, калифорнийские вины на любителя. Я не любитель, потому что я капризная коза. А местные граждане очень ими горды, очень ими хвалятся. И в те дни, когда люди не танцуют, не занимаются, не покупают ничего на Трайбл Фесте, они обычно ездят по округе, по разным винным лавочкам, и там дегустируют вино. Обычно дегустируют до такой степени, что следующий день на Трайбл Фесте дается очень тяжело. Но, тем не менее, это прекрасное времяпрепровождение и то, что называется тимбилдинг. В ту сторону продолжается, собственно, сам город Себастопол. Это прекрасные цветы, которые в это время года заполоняют все вокруг. Вот тот самый молодежный центр, о котором мы говорили вчера, Youth Anics, в котором находятся три больших зала. В двух из них я буду заниматься. И это очень здорово. Вот здесь вот прямо на входе красная палатка. Это палатка самого Трайбл Феста и Black Shea Balladans, которые являются с официальными организаторами события. И вокруг, как вы видите, происходит безумная активность. Все как можно быстрее раскладываются, вывозят свой мерчандайз и пытаются сделать свой стенд наиболее привлекательным. Кто-то путешествует вот в таких вот штуковинах. Я даже не знаю, как это правильно называется. Какая-то вот космическая... Космическая. Очень сложно подобрать слово, потому что это не является автомобилем, это не машина, это не полноценный прицепт. Это такой вот космодом на колесах. Вот. Только что видела пробегающих мимо Чака и Каджиру. Успела перехватить на лету, вручить матрешку, потому что сейчас, наверное, разговаривать с ними не имеет смысла. Они в страшном забеге с бешеной скоростью носятся вокруг. А, собственно, вот Чака и Каджира. Как вы видите, они занимаются организаторской работой, потому что работы бесконечно много. Как Каджира успевает все здесь делать, готовиться ко всему и еще преподавать и танцевать, я, честно сказать, не понимаю. Фантастическая энергия у женщины. Похоже, начинают распаковываться программки феста. Идемте заглянем в Анекс, что происходит там. Это, собственно, внутреннее убранство, если так можно сказать, молодежного центра. Как видите, здесь уже начались занятия. Вот это вот большой зал. Там уже идут занятия. Для того, чтобы никто не мешал, двери закрыты. В этом зале тоже идут занятия. Мы видим танцевальные тени. Там происходит какое-то священодейство. Не исключено, что это какая-то репетиция к большому концерту. А это, собственно, доска с объявлениями, где говорится о ежедневных обычных занятиях, происходящих в этом центре. Всеми правдами, неправдами и ценой 5 долларов мне удалось раздобыть программку этого феста. Из года в год она становится все лучше. В этом году цветная, прекрасная, на чудесной бумаге. Давайте посмотрим, что внутри. Разумеется, сначала реклама. Затем небольшое представление о том, что будет происходить в целом. Опять реклама, еще реклама, еще реклама. Список всех преподавателей Трайбл Феста. Смотрите, какой впечатляющий список. Просто чудесный набор. Боже мой, он даже на полутора страницах. Опять реклама. Ну, вот это все знакомые лица, правда. Так, продолжим. Здесь идет страница, которая, я считаю, обязательно должна быть во всех программах такого рода. Здесь организаторы благодарят всех помощников. Посмотрите, какая подпись. С любовью от мамы черной овечки Каджиры. Здесь дайная информация о том, как правильно себя вести людям с фотокамерами и видеокамерами. А здесь дано расписание того, кто и когда танцует. Обратите внимание, что отдельно отмечены зелененьким те, кто работают на Трайбл Фесте и те, кто здесь преподает. Вот, например, в пятницу будет выступать сначала Маша Фомина, а потом Тамарин Трайбл. По-моему, это очень здорово, совершенно чудесная связка. Кстати, вот Нагасита и Апсар, девушки из Ригона, они совершенно прекрасные. Я видела их два года назад. Они настолько изысканные. Это просто восторг. Что еще хорошего происходит? Посмотрите, какой превосходный набор. И Калина Шакти будет, и Фэченз будет, и Белли Крафт. И, о боже мой, чего только нет. Анасма будет танцевать. Анасма, кстати, недавно была в России. Если вы не в курсе, в Санкт-Петербурге, к сожалению, я не попала. Но кто был на ее классах, очень впечатлены. Ребята, это очень здорово. Смотрите, у Рэйч и Лейлана опять будет дуэт. Это роскошно. Если я это не увижу, то я буквально зря съездила. А вот письмо. Называется открытое письмо любви ко всем, кто приехал на Трайбл Фест. Ну и самое главное, расписание занятий для таких бестолочей, как я, которые никогда не помнят, куда идти и зачем. И план, что где происходит, где что продается, как кого найти. В общем, для растеряш и блондинок. Ну что же, на этом первый репортаж закончен. Ждите, дальше будет больше.